Это все бабушкины сказки. Основанные на реальности. Нет доказательств, лишь теории. Он не хуже меня знает, как много есть предположений в пользу этого. Теории. Есть теории. Обратите внимание на деяния Иисуса и Марии. Одно зеркально отражает другое. Человек видит лишь то, что хочет видеть. А теперь нечто еще более странное. Взгляните, бедра Марии и Иисуса соприкасаются, но они наклонились в разные стороны, тем самым создавая очертания предметов в пустом пространстве между ними. Леонардо рисует нам чашу. Ах да, Роберт, посмотрите, что получается, если эти фигуры поменять местами. Фреско да Винчи это еще не доказательство? Нет, но история, она это подтверждает. Вот послушайте, это из Евангелия от Филиппа. Филиппа? Да, Никейский собор отверг его, наряду с прочими, в которых Иисусу приписывалась лишь человеческая сущность. А спутницей Христа была Мария Магдалина. Христос любил ее более всех учеников. И не единожды лобызал ее... Что здесь не сказано о брачном союзе? Ну, на самом деле, Роберт... На самом деле, в те дни слово «спутница» фактически значило «супруга». А это Евангелие от самой Марии Магдалины. Она его написала? Возможно. Роберт, ведите спор честно. Возможно. А Петр сказал, неужто она для него дороже нас? А Левия ответил, «Петр, я вижу, ты перечишь этой женщине словно недругу. Если спаситель счел ее достойный, кто ты такой, чтобы ей не верить?» А затем, дорогая Иисус, сказал Марии Магдалине, что ей предстоит продолжить создание церкви. Марии Магдалине, не Петру. Строительство церкви было возложено на женщину.